Так, привет и слава Украине, слава Збройным Сылам Украины, которые борются с российским агрессором, спасают нашу страну и наши жизни. Потому что сам опыт подсказывает, что, кажется, новый Гитлер современный решил провести ребрендинг, он называет себя теперь Петром Первым, но, тем не менее, остается Адольфом Вторым. Бои продолжаются за Украину, за ее независимость. Давайте-ка попробуем разобраться, на каком мы сейчас этапе, что нам нужно для победы, на кого мы можем рассчитывать, а на кого нет. И поэтому в это время, как всегда, мы проводим наш супер-видеомост с Вашингтоном, Киев-Вашингтон, и в Вашингтоне моим собеседником сегодня, который будет называть вещи своими именами, является Андрей Андреевич Пентковский. Андрей Андреевич, я Вас приветствую. Добрый день. Добрый день, Роман. Говорим с вами. Андрей Андреевич, мы несколько недель подряд с Вами говорили о этих странных, неоднозначных и не очень хороших позициях для нас на таких прекрасных государств, как Германия, Франция и, соответственно, Италия. И вот, с одной стороны, они говорят о том, что какой-то мирный план, с другой стороны, они едут к нам, с третьей стороны, какие-то вооружения как минимум из Франции нам поставляются так точно. Кстати, Германия, оправдываясь, они сообщили, что поставили амуниции на 350 миллионов евро, что не так уж и мало. Так вот, вопрос такой. Позицию этих государств можно описать одной фразой. Давайте просто прекратим стрелять. Эту фразу когда-то говорил наш президент в первый год своего руководства Украины. Украина предвыборная кампания. Я его тогда очень за это критиковал. Ну, у нас тут поумели все очень-очень сильно, и в том числе Зеленский, и тут я это говорю прямо без критики и без ничего. Зеленский вырос до уровня Черчилля 21 века. Это бесполезно. Вот, но тем не менее. Андрей Андреевич, вот все говорят, очень часто на Западе, да Украина уже победила, ну что ты, ну давайте уже как-то будем прекращать войну, потому что люди умирают и так далее, и так далее. Но при этом я не вижу ни одного маркера, который свидетельствовал о том, чтобы фашистская Российская Федерация, ну, даже в теории об этом размышляла. Поэтому вопрос, на каком мы сейчас этапе находимся, и правильно ли мы с вами сделали вывод, что вот эти три государства, которых я уже сказал, ну, скажем так, играют частично в российской команде? Ну, я бы эту формулировку усилил. Они играют в российской команде. Они боятся победы Украины. Мы в прошлый раз это обсуждали. Так нет же победы, Андрей Андреевич, извините, перебил вас первый раз. Что, простите? Извините, перебил вас. Нет же победы. Победу нужно еще завоевать. Тут просто так... Когда началось, вот, обратите внимание, когда началась эта кампания, не унижайте Россию, спасите лицо с Путиным. Вы помните? Это началось где-то 9-10 мая, примерно. Вот от 25 апреля до 9 мая, от выступления Путина, это был триумф украинской дипломатии на международной арене. Вы помните, был в Киеве Остин и Блинкин вместе. Это вообще такое редкое сочетание государственного визита. И в ответ на вопрос, каковы цели Соединенного Штата в войне, Остин так по-солдатски ответил. Победа Украины, восстановление ее территориальной ценности и ослабление России до такой степени, чтобы она не могла повторить свою агрессию. И вот примерно две недели после этого именно такой дискурс был в Вашингтоне, да и во всем мире. Да, Украина, победа в Украине, перевернем небо и землю через два дня, сказал, помните, Остин в Рамштейне. Было принято целый ряд законов в американском конгрессе, Малент-Лизе, 55 миллиардов помощи и так далее. То есть это была такая, как я заглавил одну из своих колонок, солнце украинской победы встает над миром. Это было именно так. И вот здесь началась контратака. Ну, во многом она инициировалась и модерировалась российской агентурой, российской пятой колонной бюджетной Соединенных Штатов. Ну, в общем-то, эти усилия упали на такую подготовленную почву. Дело в том, что вот тут-то они испугались, я отвечаю на этот вопрос. Когда возникла реальная перспектива победы в Украине, она просматривалась. Мы же видели с вами вот на экране список Ленд-Лизы. Там были и Хаймерсы, и F-17, и танки, и противовоздушная система, и противокорабельная ракета и так далее. Победа в Урисово совершенно явная. Она ужасно напугала и Германию, и Францию. С победой в Украине и поражением в крупнейшем путинской России очень серьезно трансформировалась бы международная система отношений, прежде всего, в структуру безопасности Европы. После каждой мировой войны, а если это мировая война, новую структуру определяет держава-победительница. А в данном нашем случае это было бы и будут Соединенные Штаты, Великобритания и Украина. И это совершенно не устраивает роль Франции и Германии. Они теряют свою комфортную роль, которую они играют в течение последних десятилетий. Это роль такого посредника Запада в отношении с Россией. Вот они знают, как нужно с Россией, как нужно с Кремлем, как нужно было с Брежневым, как нужно было с Ельцином, как нужно было с Путиным. И вот для французов это вообще такое квинтэссенции Grandeur de France. Вот каждый французский президент беспрерывно повторяет сочетание Grandeur de France, величия Франции. Когда величия нет, они его потеряли в ходе Второй мировой войны, крайне неудачно для них сражившиеся, мягко говоря. Вот надо это величие откуда-то выдувать из трубочки. Вот это Grandeur de France, всю жизнь французской элиты было, ну что-то нагадить американцам и угодничать перед Кремлем. И вот так себя позиционировать. А в последнее время просто французские президенты, у них при путинском дворе почетная функция такая появилась, ракейская. После каждой российской агрессии, ну как бы это оформить юридически. Вот помню президента Саркази, который прибежал в Москву и Тбилиси после войны в Грузии, зафиксировал там на бумаге, потом это все было оформлено, аннексию Абхазии и Южной Осетии. Другой французский президент Аланта, немецкая канцеляриевшая Меркен, прибегали в 2014-2015 году в Киев подчистить за Путиным его преступления и зафиксировать там и аннексию Крыма, и Минские соглашения. Обязательно России вот этот ключок, как говорил Лавров, с которым никогда не соскочится. Ну вот и сейчас они хотят выступить в той же функции. Вот вы начали с того, мы сейчас это подробно, надеюсь, обсудим. С грядущего визита в этой тройке, предложив всемирный план Макрона. А чем они будут заниматься после того, как путинская Россия будет побеждена и не будет уже представлять, как сказал Остин, опасность и возможность агрессии. А как будут зарабатывать немцы в беспутинском России дешевые энергоресурсы, привилегированные контракты и не только это, а личное обогащение высших представителей немецкой элиты. Ну, вспомнил канцлера Шредера, а сейчас мы слушаем, идет серьезное расследование о каком-то фонде Меркеля, Шольца и так далее. В общем, эти две страны очень уютно расположились в такой геополитической нише специальных особых отношений с Москвой. А без этого они теряют свое значение, свое grandeur de France теряют и те громадные экономические выгоды, которые получают Германию. Поэтому они категорически против победы. Слушайте, но с другой стороны, аргументы ваши, они понятны. Но с другой стороны, вот я с чего начал, понимая ситуацию на фронте, я сразу задался вопросом. Потому что все говорят, победа, победа Украины. До нее очень-очень далеко и очень-очень тяжело. И, ну, сейчас вот то, что они уже в Кремле объявили на уровне первого заместителя главы администрации Кириенко, что вот мы будем присоединять оккупированную Херсонскую область и Запорожскую. Так вот, я вот все равно не могу понять, вот эти вот, уважаемые господа, для них, ну, скажем так, не будет ли для Запада в целом сохранение вот этого положения, там, где сейчас российский оккупационный сапог. Мы же неоднократно с вами говорили о том, что, блин, но так нельзя, это закат Европы. И тогда вполне возможно, что закат в том числе и Франции, и Германии. Ну, Франция и Германия не обладают сейчас таким геополитическим мышлением на длинную дистанцию. Они сражаются за свои короткие привилегии. Вот этот вопрос, естественно, встает в Соединенных Штатах. Поэтому до последнего времени реакция Соединенных Штатов была другая. Эта реакция, лучше всего, выраженная властином, перевернуть небо и землю, и ослабить Россию такой степени, чтобы она совершала агрессию. И вот мы говорим о победе и поражении. Я не помню историю военного конфликта, в котором метрика победы, она бы, ну, настолько явно прозрачно была количественная. Вот 100 хаймеров на поле боя – это победа. Это скажет вам любой украинский военный эксперт. Потому что эта война, она показала, прежде всего, это берели артиллерии и ракетных систем за поломня. И вот гаубицы, да, пришли гаубицы, они улучшили положение украинской армии, но они не изменили кардинально. Это же ключ победы в руках у вот той коалиции, которая собралась в Эймштейне, там, 43-х, а в среду там будет, по-моему, уже 48. Но дело-то не в количестве стран, а в количестве, повторяя, тех же хаймерцев. И вот Италия, Италия, Германия и Франция делают все, чтобы предотвратить этот сценарий победы. Ну, в чем заключается их право мира, с которым они едут в Киев? Ну, я надеюсь, их выкинуть из Киева, их не будут принимать с этим правом. Это, ну, первый пункт, конечно, который уже процитировали. Гибнут люди, это ужасно. Мы вот прекращаем кропролитие. Остаются стороны, разъединяются на линии соприкосновения на сегодня. То есть это кроме Ар-2 и Крыма, это еще Херсонская часть Запорожского. А потом второй план, я цитирую по итальянскому премьеру, Россия и Украина вступают в двухсторонние переговоры о спорных территориях. То есть все остальные, как бы, причем, а вот у Украины и России возникли некоторые переговоры о спорных территориях, по которым они будут разговаривать. Это откровенно такой капитулянский план. И вот вы процитировали Кириенко, «Странно и чудовищно», как сказал один классик об одном документе, это, я скажу, «Странно и чудовищно» прозвучало вчера заявление Столтенберга, генеральной спитой Натри, я напомню, если кто забыл, на его пресс-конференции с финским президентом. Он, по сути, повторил формулу Кириенко. Он сказал, мы надеемся и стремимся самое главное – достичь мира. Вторая – начали допустить расширение в других странах. Естественно, серьезные моральные проблемы и альбомерсовцы возникают. Украине придется согласиться на какие-то территориальные уступки. Вот мы попытаемся со своей стороны помочь ей так, чтобы она усилила свои позиции, и эти уступки были менее полезны и так далее. То есть, он перевел в ту же плоскость обсуждения, как и Кириенко, где, на какая часть там Запорожской области останется на территории Новороссии и так далее. То есть, вот это три человека, три премьера, и Столтенберг, генеральный спитой для НАТО, они после чего капитулировали перед требованиями России. И последнее, что я сейчас принесу следующим вопросом, слишком много говорю. Вот что поражает в этом цинизме этого визита трех премьеров европейских? Ведь уже Украина, ну, официально, может быть, не называю, но достаточно ясно, и Зеленский, и многие люди из спитера и его администрации высказались резко отрицательно об этом плане. Да и Барлин вот в своем, в своей такой программной колонке в New York Times, что мы будем делать и не будем делать в Украине. Хотя она вызвала разочарование многих в Украине, вот это исправедливое решение, оговорочкой, что Хаммерсы даются, но без ракет дальности, которые позволяют им достигнуть в российской территории. Он там фактически тоже отверг этот план, он сказал, там четко сказано, что никто не имеет права решать Украину за спиной Украины, и никто не имеет права навязывать Украине территориальные услуги. Это прямая апелляция к этому плану. Казалось бы, план провалился, хотели они услужить Путину, не вышло. Но смотрите, какую подлянку они придумали. На следующей неделе будет и Макрон, прежде всего. В последующей неделе будет обсуждаться где-то там в бюрократической структуре вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата. Ну, известно, что подавляющим большинством за это выставил Европарламент. Европарламент отражает общественное мнение Европы, и общественное мнение Европы, оно не изменилось, но твердо на стороне Украины. Но в то же время целый ряд стран, членов Евросоюза, были очень четко против предоставления того статуса. Первый из них был Макрон, который позволил себе наглейшее просто заявление на фоне того, что сейчас героически делает Украина, защищая ту же Францию от нашествия Орды, от бучи на территории Провенца, например. Он заявил, что десятилетия пройдут, декад, десятилетия, дестернс, прежде чем Украина достигнет критериев. И вдруг он передумал. Он теперь решил подмахивать какой-то бумажонкой, план капитуляции отвергаете, а вот давайте так. Иначе он шантажирует Украину вот этим бумажкой. Какие бумажки сейчас, когда идет война о существовании государства, какие бумажки не играют никакого значения. Значение играет только один параметр, количество поставленных Хаймерсов. Четыре на территории Польши это недостаточно. Нужно сто на территорию Украины. Так вот он приезжает, давайте соглашайтесь с нашим капитулянским планом, а мы за это вам так и быть. Я вам соглашусь через губу, чтобы вам дали статус кандидата в ЕС. Но это уже чудовищный цинизм. И по-моему нужно очень жесткий отпор дать и высказаться по всей деятельности этого французского господина. Мне кажется реакция будет очень жесткая. А мне как гражданину этой страны хочется сказать, что нам обмен кандидат, статус кандидата на Херсонскую область, мне даже членство в Европейском Союзе в обмен на Херсонскую область не надо. Да все членство сейчас не играет никакой роли. Играет роль война и исход этой войны. Поэтому у нас невероятно цинично и подло вот это спекулирование этим сраным статусом и желание заставить Украину капитулировать, приняв этот статус. тем более андрей андрей так это же статус кандидата ну это приятно но по большому счету это символизм это из области ну давайте мы фиксируем что да в будущем когда-то ну по сути это это же ничто это ничего не значит я знаете что хочу вас спросить вот ну есть позиция Столтербинга кстати вот его цитата она вот выглядит так вопрос какова будет его цена ну в смысле мира сколько территорий свободы демократии мы готовы заплатить за этот мир а кто ты такой чтобы платить за этот мир территории Украины надо задать вопрос вообще Роман извините я вас пробиваю но у меня просто кипит мой разум возмущенный кстати это же полный идиот без всякого представления кому он это говорит он это говорит финскому президенту который приехал к нему вступать в НАТО чтобы получить так и он скажет нахуй нам не нужно такое НАТО если оно предлагает всем пожертвовать своей территории для того чтобы умиротворить Путина это же все это абсурд вот этого поведения чудовищного я не знаю какая степень вырождения это тот же самый Столтенберг который все время орал самая главная защита задачи нашего блока могучего это ни в коем случае не допустить эскалации ни в коем случае не допустить столкновения с Россией ни в коем случае не допустить все забыли о Столтенберге о старой Европе а значит чтобы перед чем перейти к Америке вы же меня все таки анонсировали как специалиста Вашингтона наверное нам пора да 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 я даже давайте чтобы закончить Европу я скажу два фактора позитивных во первых это не отражает вот эта предательская позиция лидеров Италии Франции и Германии давно полуши коррумпированных политически финансово преступным российским режимом они не отражают настроение тех стран что показывает и опрос общественного мнения и волна возмущения в Германии против поведения Шольца это первое а второе это старая Европа есть другая совершенно Европа есть у вас есть два замечательных союзника Великобритания и Польша вот после того как мы разберем Америку я вот анонсирую я перейду к конкретному мы же каждый раз наши передачи завершаем какими-нибудь конкретными рекомендациями для общества президента вот у меня тоже есть конкретные рекомендации по поводу мобилизации наших европейских союзников так что забудем вот про этих предателей и вернемся в Вашингтон в котором тоже вот когда началась вот эта волна не унижайте Путин давайте спаси ему лицо он или как Макрон Макрон просто на цитаты надо разбирать да Путин совершил ошибку но нельзя же за нее значит его вечно наказывать он еще не все ошибки совершил видимо вот та же волна поднялась в Соединенных Штатах но не политиков а в основном в основном вот такого политологического лоббистов 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 ну не зря же они 10 лет возят американских экспертов в Алдарский клуб это бизнес-класс туда и обратно это там пятизвездочные отели это обед с Путиным и так далее но отрабатывают люди отрабатывают массу статей ну вот с той же тематикой что не надо обижать Путина а вообще да кстати такой нарратив поднялся о чем мы говорим то вообще Украина безусловно проиграет у нее нет никаких шансов выиграть поэтому не надо туда бесполезно вкладывать вооружение давайте вот а потом еще это оказывается еще и коррумпированное государство и так далее вот никуда не делись наши друзья в администрации Блинкин и Устин у них совершенно та же позиция я кстати прекрасно знаком с позицией американских военных здесь много украинских военных представляющих которые которые в ежедневном режиме работают с американскими военными и они рассказывают что у военных установка у всех там от от генерала Остина до любого сержанта охраняющего Пентагон именно такая перевернуть перевернуть небо и землю и они жалуются на политических бюрократов которые ограничат и они называют американские военные ну не официальные но вот они частные разговоры они называют имя этого путинского агента это все тот же Селиван который помните солировал весь ноябрь и весь декабрь внушая дедушке Байдену что он должен требовать от Зеленского выполнять минские соглашения он как бы ушел в тень но он действует он там в ушко что-то шепчет поэтому вот в том байденском заведении где было много положительного и много правильных тезисов вот прозвучало очень разочаровывающий главное это же сигнал Путина поощряющего любой вот такой сигнал мы не будем делать это мы не не будет наших солдат не будет флорезон не будет хаймерсов на на 300 километров это любой это все поощряет и он же не случайно ожил вы помните этого сморчука под пледиком 9 мая когда он жалкое выступление его было мы не могли иначе нас никто не слушал у нас не было другого выехали думаю мы поступили правильно правильно да а и развалившегося гопника 9 июня когда он рассказывал как там Петр Первый возвращал а завтра он выступает на Крымской форме он там будет уже рассказывать обобразить себя президентом Ууса Джучи и потребует возвращения всех территорий Великой Империи Чингисхана еще скажет что вот День Победы Батыя над украинскими нациками на реке Калбки это вот будет наш национальный праздник он примерно в таком духе развивается и вот как на дрожжах он растет вот от каждой от каждого проявления слабости слабости Запада вот бегут три европейских премьера исполнить его волю заставить Украину капитулировать еще предлагая какую-то ничтожную листочку это хорошо это его укрепляет это его укрепляет в том числе и в глазах собственного окружения это все работает на Путина вот своим вчерашним заявлением чудовищным Стоутенберг ну фактически он продолжил войну значит приговорил смерти десятки тысяч украинских русских людей потому что он укрепил укрепил решимость маньяка что смотрите все работает я вот совершаю военные преступления я там жгу города уничтожаю а мне говорят что со мной будут обсуждать мои территориальные захваты это же так в общем в среду все все решится в Рамштейне или Остин действительно там перевернет небо и землю либо нам всем нужно прибегать к плану Б давайте про план Б я вас еще спрошу ну понятно что встреча в Рамштейне это уже будет третье мероприятие такое оно касается поставок оружия Украине и после второго в принципе все равно какие-то изменения есть но мы не видим вот это вот то что называется всего на фронте вот сегодня вот когда мы говорим о возможностях запада и желании офис президента устами Михаила подалека сказал о том что нам надо тысяча гаубиц 155 миллиметров 300 млрс то есть хаймарсов 500 танков 200 броневаренных машин и 1000 дронов так вот вопрос ну понятно что проси больше получишь меньше но в целом на западе а есть ли это оружие и б готовы они его поставить то есть вот вы коснулись позиции военных американских и я так понимаю транспорт все-таки по морю и по воздуху идет нон-стоп нет ну то что запросил подалек да да это форма победы да и это у запада есть прежде всего это есть у Соединенных Штатов в Германии выясняется или она не хочет дать или действительно ничего это в руках Соединенных Штатов это военные хотят делать вот последние дни так как-то неожиданно несколько Байден заосторожен что хоть не слышно вот этого Соливана но деятельность подогреваемая вот этими публикациями пропутинскими экспертами она все-таки сказывается ну хотя бы в той же оговорке о Хаймерсах и поэтому так важно мы увидим какая точка зрения победила в среду вот если в среду будет продолжаться то же самое неопределенные посолы мне кажется нужно переходить к плану к плану к плану Бориса Джонсона он же еще это план Б план Б да план Б это военная коалиция трех держав которые решительно готовы защищать Запад от путинской арбии это Украина это Великобритания и это Польша в чем это может выразиться в практическом военном плане в военном плане решающим может быть да это участие британской и польской авиации в боевых действиях вот я уже неоднократно говорил об этой аналогии которая вдохновляет всех англичан вот заметьте кстати сколько было этих пропутинских выступлений в Европе в тех же Соединенных Штатах ни одной ни одна даже самая паршивая какая-нибудь левая прокоммунистическая газетенка в Великобритании ничего подобного плана не опубликовала Великобритания потому что для Великобритании Украина 2022 это Англия 1940 года это самое святое что есть в их истории файнестового один на один защищающая мир от Гитлера вот тоже и решающая битва я считаю это решающая битва второй мировой войны при всем уважении к жертвам советского народа решающая битва второй мировой войны была битва за Англию в воздухе в 1940 году потому что если бы Англия пала какая там могла быть судьба России без Великобритании из Англии вот и эта битва я думаю англичане будут готовы эту битву за Англию историческую 1940 перенести в битву за Украину участие британской польской и украинской авиации то есть не добровольцы а соединение соединение государств соединение поляков меньше самолетов наверное даже чем пилотов я не знаю сколько самолетов но в любом случае это кардинальным кардинальным во первых кардинальным образом изменит ситуацию в воздухе кардинальным образом участие польской и британской авиации и во вторых это кардинальным образом изменить ситуацию в Соединенных Штатах когда Великобритания начнет участвовать уже реально в военном конфликте но помощь пойдет по-другому сопротивление этой путинской или осторожней такой группы Соединенные Штаты будут согнены политический сигнал будет совершенно другой поэтому план Б в случае неудачи Ранштейна если из-за Ранштейна последние невнятные сигналы а вот этот список подалека не будет удовлетворен надо переходить я думаю что и Польша и Великобритания к этому готовы а на основании чего вы делаете такой вывод потому что как бы там ни было для этих стран даже для любой нормальной страны отправить своих солдат воевать пусть в данном случае речь идет не о пехоте а о боевых пилотах но это все таки и рискованно с точки зрения война выборы и так далее и так далее то есть почему вы так это реально смелое предположение я например не слышал от них что они так бодро готовы поражение для поляков поражение Украины это национальная катастрофа они же понимают что такое поражение Украины это полное укрепление демонстрации беспомощности НАТО абсолютная и следующей угрозой следующей целью для Путина становятся они а Великобритания она сейчас готова мне кажется выполнить роль лидера свободного мира вот я бы сформулировал так вы спросили вопрос если реально будет поражение Украины реально вот нет помощи не идут не идут хаммерсы взяли славянск храматорск медленно продолжают нагло продвигаться российские войска а Путин там также в креслице рассказывает как он будет возвращать Литву еще что-то и так далее конечно и прибалты будут участвовать я говорю те кто решающие военные войны в этой ситуации в ситуации катастрофы европейской цивилизации я уверен что Польша и Англия готовы будут предоставить свою авиацию и тем самым решить исход битвы ведь парадокс в чем Роман парадокс в том что я понимаю ситуацию Верхового года Гитлера с вермахтом с могучей армией перед кем сейчас дрожит вот этот сраный Столтенберг перед гопником у которого нету фактически который потерпел поражение уже от украинской армии вооруженной старым советским оружием вот это абсолютное ничтожество способно завоевать мир в силу вот такой трусости полной неадекватности современного западного лидерства ну во-первых я не списываю американцев не собираюсь их списывать никуда не ушли ни Блинкин ни ни Остин и эта линия твердой поддержки она остается но план Б по крайней мере надо озвучивать и оговариваться это вариант последний вариант случаи реальной угрозы поражения Украины да я хочу сказать что если бы нам допустим обеспечили воздух боевая авиация расстояние тут небольшие они могут прям с национальной территории стартовать конечно потом они кстати войны это же Путин же тоже они могут назвать это не войной а специальной операцией как хотите вопрос обоснования это десятый а в том что авиация представляете авиация Польши Украины и Великобритания она конечно просто посадит всю российскую авиацию всех знаменитых военных воздушно-космических войск так они особо и сейчас не заходят в воздушное пространство непосредственно боевые самолеты то есть ракеты некоторые мы сбиваем а некоторые все-таки это же включает авиации совершенно другой уровень противовоздушной обороны в общем Великобритании скажем так давайте подведем учитывая ваши скептицизмы естественные подведем некое бесспорное из этой части нашей беседы что ну если не будет актуализироваться американская помощь Великобритания и Польша способны лишить исход войны в пользу Украины вот так бы я сформулировал мне кажется знаете тут так сейчас все устроено в этом мире мстительного маньяка Путина что для него промолчать для США это тоже а поражение и б они только хоть и Великобритания есть ядерное оружие в том числе но они все равно как-то считают что нужно реагировать и договариваться исключительно с Соединенными Штатами это вот постоянно проговаривается я очень будет показатель если ему жопу выдрут Польшу Великобританию Украину навсегда ему и всем ему последователям а Соединенные Штаты будут там сидеть размышлять Андрей Андреевич а вот вы можете объяснить в части вот этой встречи в Рамштайне то есть ну тут же есть два два параллельных момента с одной стороны ну мы как страна которая на себе испытывает российские бомбы и их разрывы иногда кажется что ничего не происходит Лидлис поступает очень медленно или точнее еще не поступляет в общем что массированного поставок массированных поставок оружия просто нет это ну первая такая магистральная линия а вторая что подождите подождите чтобы развернуть реактивные системы залпового огня о которых мы сегодня много раз говорили что это даже логистически очень ну непросто потому что там сколько в Хаймарсе там 12 пусковых на МЛРС 6 а там 12 или наоборот да но смысл в том что каждая из этих ракет она за тонну весит даже в в дальности 70 километров и вот если это все посчитать даже по весу то это ну действительно логистическая задача даже для таких мощнейших армий как Соединенные Штаты может быть вот как раз и происходит то что называется работа не публичная ну происходит конечно но есть конечно тут же две стороны вопроса много много у нас меня прозвучало критики в адресе дни но они же оказывают громадную помощь без той помощи которую они оказали очень трудно было бы в Украине мы должны кричать больше и быстрее потому что нас убивают по 200 человек в день понимаете и когда раздается ну когда откровенно предательские планы о том как вчера раз рассуждал о моральной проблеме Столтенберг какую какие территориальные уступки естественно такая реакция и такие же голоса раздаются в Соединенных Штатах ну пусть не на высшем государственном уровне поэтому поднимать вот этот голос нужен мы же не просители какие-то у богатого дяди мы же выполняем громадную функцию украинцы своими телами защищают запад это и это все понимают мы не просим мы требуем этого оружия это надо продолжать делать а вот озвучивание и практические шаги к военной коалиции Великобритании и Польши и Украина которая одна может справиться с глупником она полезна для подстегивания тех же Соединенных Штатов я уверен в этом помощь быстрее появится тоже они немножечко немножечко увлекаются своим положением сверхдержавы но если сверхдержава не выполняет если лидер свободного мира не выполняет до конца в полной мере свою функцию то нужно показать что есть дублеры которые берут нас это три великие державы на сегодняшний день Польша Великобритания и Кормыш они беззаветно готовы сражаться с Путинской Ордой за само существование западной цивилизации старая Европа просто предала это все дело побежала на содержание к Путину вот а в Соединенных Штатов мы к сожалению видим мы уже три месяца наблюдаем борьбу двух совершенно противоположных точек зрения и уж сколько раз я в ваших передачах провозглашал победу Бринкена и Восифа и справедливо провозглашал потому что и шаги предпринимались в этом направлении но не выкорчено на это еще саливановское путинское отрудие там и внутри администрации Байдена и тормозить действия Соединенных Штатов поэтому вот такое активизация вот этого европейского ядра оно и политически и с военной точки зрения мне кажется сейчас очень актуально будем считать давайте это нашей сегодняшней рекомендацией воинственного руководства Андрей Андреевич а вот реально так вот если разобраться посмотреть на европейские государства которые готовы воевать реально воевать с оружием в руках за свою независимость а это же по большому-то счету вот Великобритания Польша Украина наверное скандинавские страны такие ну вот Финляндия и Швеция так точно они еще не размякли под этим зонтиком НАТО ну и наверное Румыния я думаю и все и все абсолютно поэтому почему нужно новое нет не существует НАТО никакого я это кричал в прошлый раз потому что четыре члена работают на стороне Путина это Англия Германия Италия и Венгрия а в НАТО действует там консенсус а после заявления с толком на генеральном вопросе забудьте об этом НАТО и забудьте о Европейском Союзе три его великих лидера едут вам жульнически навязать капитуляцию нет сейчас никакого Европейского Союза и НАТО есть война на жизнь и на смерть и у вас есть в Европе два-три серьезных союзника готовы вместе с вами сражаться на жизнь или на смерть тут просто вопрос в том что пока они думают поставлять если может быть решение уже принято я просто так веду к тому что пока идет размышление на счет тяжелого вооружения так они тут перебьют всех всех мужчин ну и женщин и детей вот именно вот именно мы поэтому очень многое покажет 15 лет там даже не решение не цифры выражение лиц слова которые все мы все узнаем 15 лет готов ли Остин же едет сам это не по зуму в этот раз он едет сам он вот все военные с которыми мне приходилось общаться они полностью поддерживают этот лозунг перевернем земное небо чтобы победил Украину вот мы посмотрим чем приедет осень удаст ли нашим врагам внутри администрации как-то смягчить вот эту точку зрения военного и тогда будет ясно если оправдаются самые худшие опасения тогда немедленно надо переходить к плану вы говорите будут ли они воевать да я уверен что будут когда будет стоять вопрос поражения Украины и всевластия Путина в Европе или риск для собственных летчиков достаточно авиацию послать Польше и Венгкобритании чтобы переводить ход войны Андрей Андреевич я в этом плане наверное буду выглядеть идеалистом но по-моему оптимально использовать план А и Б одновременно конечно так это план Б он возвращает и план А не смогут уже американцы со стыда провалиться если великобританские летчики будут сражаться и не посылать и не бросить все на помощь героическое Великобритание Польша и Украина что вы это в том-то его сила плана Б что он не против стоит плану А а активизирует плана Андрей Андреевич а как вам вот это вот заявление Путина что он ну они как эти вот видно у них методически поменялось и они все начали крутить вот эту тему Путин не Гитлер Путин Петр Первый мы возвращаем все наше возвращаем возвращаем вот на фоне этого как как вот эта фраза была воспринята в Штатах и понимая что за ней следует ну и собственно говоря этой же фразой получается ну Путин унизил и Шольца и Макрона и Драга причем публично и причем неоднократно за столь короткое вы знаете хорошо что вы задали этот вопрос то я уже так сказать за основным пафосом забыл я скорее о американском он это была ошибка Путина это произвело впечатление это вот в борьбе Блинкина Остина с Условом Сулливаном это дало нашим людям очень серьезный аргумент и вы знаете это сказалось буквально в последние дни и наверное мы уже будем скоро заканчивать два выступления я прокомментирую того же Байдена самый его последний вот он выступал говорил о своем визите на Ближний Восток что он 16 июля будет в Израиле и он неожиданно сказал что я постараюсь повлиять на израильское правительство чтобы оно более решительную поддержку оказало в Украине и тем более главным двумя аргументам это непрекращающий поток сведений о военных преступлениях совершаемых российской стороной в этой войне то есть вот этот Байден же все время останавливает помните как тоже Сулливан назовет его убийцей или скажет черт возьми сколько же может это чудовище оставаться во главе страны выскакивал из плеча этот Сулливан да нет вы неправильно Леншку поняли наши полиции не изменилось так далее то есть вот этот моральный настрой у него присутствует антипутинский и он был подогрет и вот в частности информация о преступлениях ну и этим хамским заявлением Путина и второе удивил Киссинджер ну он же у нас цитируется как основной враг Украины его речь вдовольствия но она явилась продолжением его 20-летней деятельности пропутинской он это долго рассказывать как ну вот есть директор организации Кизин Рассоши которая за него там делает все это Том Грен мой друг был еще в 90-х он за громадные деньги просто продался Путину буквально где-то в 2006 году он был Russian цар как это называется в администрации американского Буша-младшего был старшим по России в национальном соотношении президента и вот тогда организовали группу мудрецов Киссинджера и примаков финансируемые российскими олигархами и Том перешел с поста очень важного поста в администрацию президента вот в эту группу мудрецов обслуживать Киссинджера его оклад был в группе мудрецов в 10 раз больше чем его оклад советника президента Соединенных Штатов и вот с тех пор Киссинджер развивает одну и ту же мысль наш противник основной Китай нам обязательно нужно повторить мой гениальный маневр помните я как подружился с Китаем а сейчас надо наоборот сейчас надо подружиться с Путиным против Китая но для этого конечно придется пройти какие-то уступки какие-то мелочи ему хочется изнасиловать Украину пусть изнасилует какое-то имеет значение на глобальном масштабе вот его центральный месседж был и он от всего этого неожиданно два дня назад отрекся в большом интервью ну во-первых он уточнил свое выступление в Давосе он сказал меня не так поняли когда он говорил о тех реальных уступах он сказал и он сослался даже на Зеленский ну и Зеленский говорит я так же как Зеленский а Зеленский на одно время сформулировал и в общем в этом по-моему очень даже удачно политически что никаких переговоров пока Россия не уйдет российские войска не будут выведены на линию 23 февраля а после этого мы готовы вести переговоры о других оккупированных территориях по-моему эта линия ну в какой-то степени не знаю даже сохраняется это существенно отлично от того о чем говорил Стопор да но самое главное он отрекся от основной своей концепции он сказал что Путин стратегически проиграл как бы дальше не продолжались события показал что у него нет никакой армии серьезной поэтому он не интересен вообще никому как союзник это гопник который совершенно не интересен Китаем поэтому надо забыть вот про все эти нам нужно нам нужно налаживать отношения с Китаем потому что Китай это серьезный конструктивный соперник Китай хочет опередить нас в технологии в цивилизационном развитии это серьезный вызов который мы должны принять а Путин это гопник который хочет нам везде насрать вот из узких это звучало очень так много так что не все так плохо в Соединенных Штатах и я думаю если хотите мой срочный прогноз я думаю что нас удовлетворят итоги Рамштейна 3 которая состоится в среду ну а если нас не удовлетворят то надо переходить к плану Б который активизирует плана Андрей Андреевич я благодарю вас за ваши мысли за ваши слова ну и за вашу позицию как всегда было интересно оптимистично не знаю даже кто у нас сегодня был большим пессимистом потому что я обычно там и французов и немцев защищаю но что-то сегодня как-то не хочется спасибо вам большое с нами на связи из Вашингтона был Андрей Андреевич Пентковский подписывайтесь на 24 телеканал подписывайтесь на мой ютуб канал слава Украине слава нашей армии которая нас защищает днем и ночью спасибо большое Андрей Андреевич спасибо вы вышли за шевер да ну надеюсь что да нормальное качество было ну